Адскую кочегарку Интересный факт. Согласно документам, еще в 2016 году здесь был почти готовый комплекс. Оставалось лишь запустить установку по термическому обезвреживанию. Однако на деле ни одного здания не построено. И почти никто из жителей поселков Мирный и Новый не знают, что за объект может появиться здесь в ближайшее время. Чиновники, как поясняют общественники, резонансному делу о строительстве опасного полигона не придавали огласки. Вот эта закрытость, она и породила того, что мы с вами, ну буквально вот, там месяц-полтора назад узнали только, что в городе Бийске будет вот это вот. И все преподносится так, как будто тут будут охладительные колонны, все будет там паром, все будет там как самогоноварением заниматься здесь в поле. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Национальная система химической и биологической безопасности». Подразумевается, что полигон будет работать 180 дней в году на протяжении пяти лет. До конца этого года уже должна быть разработана технология, по которой намерены сжигать химикаты. Планируется установка для термического обезвреживания устаревших ядохимикатов. По информации, которая есть у нас, в настоящий момент получено заключение государственной экологической экспертизы по проектной документации по технологии обеззараживания. Заключения экспертизы были, оценка негативного действия проводилась, то есть как бы заключения были получены положительные. Остается загадкой то, как при нарушении нормы Санпина проект получил положительные заключения. Общественники недоумевают, почему для уничтожения пестицидов не выбрали, к примеру, Томский полигон, расположенный всего в 700 километрах от Бийска. Ведь это ближайшая для Алтайского края площадка по утилизации химикатов, да к тому же самая крупная и модернизированная в России. Вообще-то четыре есть варианта утилизации. Один из них вывоз на Томский полигон. Он стоил 80 рублей за килограмм. Было дорого. Сейчас, если мы поделим миллиард 400 на 5000 тонн, будет 280 за килограмм. Дешево, да? Это ведь сжигаются, будут лететь диоксины. Диоксины – это обиходное название группы опасных химикатов, способных накапливаться в теле человека. Основные побочные эффекты – ослабление иммунитета и развитие онкологии. Сейчас вообще год экологии. Сейчас все борются за экологию. А они тут начали строить. Больше места не нашли. Притворится ли в жизнь задуманное, пока не ясно. Как нам пояснили в отделе природных ресурсов, сейчас проект не финансируется. Люди не могут понять, почему полигон строят с нуля именно здесь, а не на приспособленных или отдаленных участках. Тревогу забили и общественники. По их подсчетам, вывоз всех пестицидов и агрохимикатов со всего Алтайского края обошелся бы почти в два раза дешевле и нанес куда бы меньше вред людям и экосистеме. Однако чиновники выбрали самый опасный метод. Поэтому благое на первый взгляд дело может обернуться экологической катастрофой, от которой и город проиграет, и жители пострадают. Евгений Плохотин, Диана Козлова, Иван Зяблицкий, Сергей Даровских, Андрей Сегаев. БИСК специально для наших новостей.